МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Если хочешь быть здоров, закаляйся!" Эту истину житель города Одинцова Александр Кузнецов уяснил более 30 лет назад. С приходом зимы Александр Федорович не утепляется, а закаляется. Сегодня в программе «Время спорта» уникальная методика закалбега от последователя Михаила Котлерова, одинцовского спортсмена-любителя Александра Кузнецова. В погожий зимний денек Александр Федорович Кузнецов на Лазутинке. Впереди два часа тренировки, непривычной для посетителей спортивного парка. Вместо лыж – кеды, вместо теплого костюма – майка и шорты. Вот так по-леднему Александр Федорович открывает новый зимний сезон. Время бега и закалки. Закалбег – это понятие появилось в 70-е годы прошлого столетия. Его автор – Михаил Михайлович Котлеров, знаменитый марафонец, называвший себя спортсменом-суворовцем. В 64 года, перенеся 5 инфарктов, Михаил Котлеров начал бегать, а точнее убегать от своих болезней. За основу взял традицию закаливания, предложенную великим полководцем Александром Васильевичем Суворовым. Независимо от времени года Александр Васильевич обливался ледяной водой, ибо сын бегал по снегу. Закаленный и крепкий великий полководец с легкостью приносил тяготы военных походов. Михаил Котлеров начал с ходьбы, затем перешел на бег, не более двух минут в день, а после установил свой рекорд – 10 километров за 55 минут – в майке и шортах с гантелями в руках. О методике Котлерова одинцовец Александр Кузнецов узнал из журнала «Физкультура и спорт». Тогда Александр Федорович только начинал бегать, стремясь выйти на марафонские дистанции, совершенно не задумываясь о закалке. Спортом я, конечно, занимался, если брать детство и прочее, в пионерские лагеря. То есть она была уже привита. Здесь нужно было как-то, говорится, подхватить эту эстафету. Вот я ее, конечно, и она и осталась. Когда 30 лет стукнул, думаю, надо заниматься. Все, не доводить дело до раздвала. В выходные выбираю. Три-четыре часа там сколько уходит. Пробежал один конец 5 километров, дальше уже ходит. Жена пока еще только посмотрела. А мне это нужно было, потому что это действительно мне помогало в работе, в самой профессиональной. Потому что там они все говорят, откуда у тебя такая энергия. Вот этим бегом. И потихонечку ушло три года. Три года вот тогда я только уже почувствовал. А так было занятие всего в неделю два раза. Два раза было в неделю. Поэтому мне было, конечно, уже достаточно заряд. А раздеваться тоже после трех лет уже начал. Потому что уже чувство просит, организм просит. Я начал заниматься в 77-м году. Это как раз за три года до Олимпиады, Московской Олимпиады. А вот через три года я уже ввел третье занятие. Это где-то между неделью, ну вот в промежутке в неделю. Там среда, вторник. Раз уже начал бегать, надо учиться. Даже если какие-то и травмы мелкие получаешь, их нужно как-то в первую очередь, хотя бы себе помочь. Вот с этого. Я начал окунуться в народную медицину. И с одной, чтобы не навредить, так же бегом можно очень много. Я уже за свои вот эти с лишним 30 лет посмотрел, что многие, да, приходили к аритмии. Поэтому здесь, думаю, надо грамотно. Хотя, конечно, нас и проверяют. Вот когда соревнования, там нас осматривают. И прочее, многих, как говорится, у вас не положено бегать. То ли аритмии, то ли у кого давление там. Михаил Михайлович Котлеров, да. А он начал вообще поздно, в 64 года. И вот он 25 лет. Конечно, царство ему небесное, конечно. За эти 25 лет, значит, 64, он почти к 90 лет. Он довелся вот этот стаж. То есть за счет вот этого заколбега. Вот тогда-то меня вот здесь заинтересовало. Думаю, значит, что интересно. Знакомство с заколбегом оказалось судьбоносным. Александр Кузнецов не просто освоил методику, но и внес свои коррективы. Увеличил время тренировки до полутора часов и до четырех раз в неделю. Излюбленное место для закалки – спортивный парк отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Здесь уютно, тихо и свободно от простых зевак. В начале разминка, рыбки руками, круговые движения в кистевых, плечевых и локтевых суставах. Затем упражнения для шеи и туловища. Еще несколько прыжков. И вот он, первый заход на 6 километров. Александр Федорович отправляется на дистанцию вместе с товарищем, тоже поклонником зимнего бега. К тому времени я уже 10 километров уже, допустим, вот туда пробегаешь. Остается 4-5. И я, например, верхушку снимаю, вот эту вот, которую толстуюсь. Остаешься только в футболочке. Все, проходит, как говорится, тренировка одна там, или год там, смотришь, все нормально. Значит, она уже может у меня отходить. Я ее больше не применяю. Дальше майки, футболки. Все точно так же. Остается за 3-4. Потому что по тем временам я уже стал набегать по 15 километров. Понимаете, по Красногорке вот чаще всего. Если вот закаливанием заниматься, здесь от трех занятий до не больше четырех занятий. Создатель и пропагандист, закал бега Михаил Котлеров удивлял современников своим жизнелюбием. Знаменитого Седовласова бегуна знали не только в СССР, но и за рубежом. Активное движение, бег и ходьба сочеталось с рациональным питанием по рецептам народной кухни и закаливанием. Великий полководец Александр Васильевич Суворов учил своих воинов побеждать неприятеля, природу и невыносимые трудности. Поднеприятелем Михаил Котлеров понимал болезни под природой, умение побеждать холод, а трудности – это воспитание воли. Здесь нужно три вещи соблюдать. Это правильность питания, это дыхание, это уже отрабатывать, потому что зимнее дыхание – это многое значит. И движение. Дыхание, чем реже дышишь, чем реже дышишь, тем уже будешь здоровее. Это что такое, чем реже дышишь? Нам все время говорят, ну сейчас вот раз-два вдох, выдох должен длиннее в два раза. Ну на два мы можем. Раз-два вдохнул, четыре выдохнул, да? Можно три-шесть. А вы попробуйте, вот 30 секунд вдыхаете, и 30 выдохнули. То есть в минуту вот одно дыхание. Вот если вы за свое время, это не мое тоже, это Левшинов, Андрей Левшинов, я был и на… Ну их некоторых и посетил, как говорится, вот таких вот. Он приезжает вот сюда к нам, он сам ленинградский. Вот он, да-да-да, методика, а тренировать – это помимо бега. Потому что она сейчас, неважно, в транспорте, в электричке, в пешей, можно считать. Первоначально можно считать, там раз-два-три-пять, пять, допустим, десять – выдыхай. Кстати, что интересно, если в минуту три дыхания, это вдох-выдох одно, вот три раза, три, три выдоха в течение минуты, уже за полчаса вы засыпаете, даже не заметите. Да, и не нужно никаких снотворных. Александр Федорович признается, в жизни бывало всякое. За 38 лет бега и закалки случались и болезни, правда, по собственному недосмотру. Сторонник народной медицины Александр Кузнецов из системы закаливания исключил морожевание. При больших морозах пробежка не более 15 минут. Для подготовленных спортсменов возможно купание в снегу, так, как это делает наш герой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Прямее, прямее держитесь. Достаточно. Занятия закончены. Переходите к водным процедурам. Если большие морозы, так, бывают вот эти локти, то с длинными рукавами, а потом, когда уже разогреется в течение часа, ну, уже когда, видите, если у Котлерова где-то минут на дно, ну, тогда понятно, у него жил-то у Ленинских гор, и он там тренировался, вот, в нескучном саду. Он там где-то 15-20 минут рекомендовал при сильных морозах. Ну, я довел это там в три-четыре раза, то есть до полтора. Начинает не с зимы, начинает уже с весны, это где-то с марта, апреля как вот уже. И, ну, пока только, не в легкой, конечно, а как он занимался, и постепенно, и так вот, потому что, почему именно зимы сразу резко, не готово, тело не готово. Сейчас у меня что? Я сейчас к Манжосовской, и второе у меня лыжня России. После тренировки – растирание, теплая ванна и чай. Золотое правило закалбега – не переохлаждаться. Хорошего понемногу этот принцип применим и к закалке, которая дарит бодрость духа, свежесть, легкость и эйфорию. Выпить можно чайку, как говорится, а потом уже принять через 30 минут душ, уже душ, ванну, если такая возможность. Но ваше состояние сейчас какое? В эйфории, в эйфории, это вот, как вам сказать, ну, будем, как говорится, по-молодежному. Кайф!